Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Повторяем. У этих ребят, как у бременских музыкантов, вместо крыши небо голубое, вместо стен деревья. Из-за пандемии коронавируса каждое занятие танцоров проходит прямо на улице. Разучивать пируэты в зале пока нельзя. Приходится оттачивать навыки прямо на траве. Начали одни из первых практиковать занятия онлайн полностью. И сейчас уже продолжаем одни из первых тоже в режиме open air. Но все равно очень сильно хочется уже попасть в залы, попасть к нашим зеркалам, попасть на наш паркет. По паркету скучают не только педагоги, но и воспитанники. Потому что там пол, и там можно без носков заниматься. А здесь нужно лобби и только на ковре, если садиться. А где веселее тренировки проходят? Тренировки на свежем воздухе детям по душе. Вот только наслаждаться ими осталось недолго. Лето заканчивается. В дождь и холод танцевать под открытым небом не получится. А между тем, деятельность любых кружков и секций внутри школ до сих пор запрещена. И когда ее возобновят, неизвестно. С 1 сентября начнут работу все самостоятельные учреждения доп. образования. Возобновления занятий с нетерпением ждут, к примеру, в 5-й музыкальной школе. Расставлены столы так, чтобы соблюдалась эта социальная дистанция. Сократили количество детей в группах. И расписание составили с учетом, чтобы в 8 утра с началом занятий все дети не столпились в коридорах. А по времени разошлись. Здесь удобно. И также занятия будут заканчиваться именно с этим учетом. Чтобы не собирались в большом количестве ребятишки. С начала учебного года, пусть в усеченном формате, возобновит работу порядка 70% кружков и секций. Что касается работы пришкольных, совет от специалистов пока один – набраться терпения. София Яценко, Алексей Фризин, Николай Шелко. День с толком. Продолжение следует...